здравствуйте уважаемые студенты начнем сегодня лекцию по дисциплине физика горных пород лекция называется реологические свойства пород и начнем с понятием что подразумевает собой реологические свойства это такие свойства которые характеризуют изменение всех механических характеристик породы при длительном воздействии на нее нагрузок в том числе и нагрузок ниже предела упругости и одно из основных реологических свойств пород это полазучесть то есть более другими словами крип и это явление постепенного роста деформации породы во времени при постоянном напряжении и внешнее явление ползучести похоже на пластическое течение но последнее происходит только за пределами зоны упругости и при возрастающем напряжении в то время как ползучесть может появляться также при напряжениях не превышающих пределах упругости при достаточно длительном воздействии нагрузки и идеальная кривая изменения деформация породы при длительном воздействии нагрузки она состоит в основном из трех отрезков которые соответствуют трем основным стадиям деформации вот этот рисунок это график ползучестия сафира например сафира при температуре 1300 градусов первый первый как бы это да он соответствует обычному процессу мгновенной деформации момент нагружения породы второе вот он второй этап это установившиеся состояние пластического течения при постоянной нагрузке да то есть ползучесть и третья стадия уже последнего как завершающая это стадия возрастания скорости деформации и наступление момента уже разрушения породы то есть уже к концу этой стадии порода уже начинает разрушаться есть по времени если так вот осмотреть более 400 часов да если вот такая нагрузка будет при при абсолютном удлинении процентах получается здесь уже больше пяти вот это почти 6 даже уже 6 процентов для анализа и явления ползучестия можно воспользоваться моделью тела максвелла и если не превышен предел упругости то общая деформация эпсилона породы в любой отрезок времени состоит из двух составляющих это упругой деформации и эпсилона и деформации ползучестия и общая общая деформация она будет равна как раз таки сумме упругой деформации и деформации ползучестия при этом скорость изменения деформации во времени она будет равна как производные как производные как производные вот эти вот деформации и для того что упругая деформация она равна она равно эпсилон делить на е а составляющей ползучестия является некоторой функцией напряжения то здесь следующие уравнение представлены это равенство называется уравнение ползучести последние где-то где-то нулевое это постоянно имеющая размерность времени если напряжение сигма постоянный то дифференциал сигма от времени равно равно нулю и дифференциал скорости от времени это получается ускорение да как бы оно равно отношению напряжение сигма делить на произведение е на на ты нулевое то есть на постоянного при этом связанные породы это глины аргелиты глинистые сланцы они обладают большим значением ползучестия и криворужские породы это как кварцево-сирицитовых сланец гидро гематитовый роговик аркозовый песчаник они обладают ползучестью среднем составляющей от 20 до 35 процентов первоначальная мгновенной упругой деформации и причем наиболее значительной деформации происходит в течение первых полтора-двое суток нагружения от рисунок на данном рисунке это характерные кривые ползучестия некоторых горных пород при нагрузках равных от 0,7 до 0,9 от разрушающих первый участок это после ледниковой глины второе это для поздней ледниковой глины и для и третье это для аркозовых песчаников кривого рога самая высокая деформация получается у второго это поздней ледниковой глины он достигает существенно большее значение чем вот остальные дачи после ледниковой или аркозовой песчаник кривого рога следует указать что поздней зависит от величины и направления приложения нагрузки на породу и наибольшей деформации поздней ледниковой глины наблюдаются при нагрузках которые приложены именно перпендикулярно слоистости причем отношение как раз от эпсилон она она достигает 1,4 и явление обратно ползучестия это постепенно снижение напряжения породе при постоянно ее деформации это и называется релаксации напряжения релаксация представляет собой ползучесть уже при напряжении который уменьшается пропорционально нарастающей пластической деформации упругие деформации появившиеся породе при первоначальном нагружении они постепенно переходят в пластические и в результате этого после снятия нагрузки образец не восстанавливается своей первоначальной формы несмотря на то что исходное напряжение не превышает предел упругости породы и при релаксации прирост деформации по времени не происходит поэтому предыдущие уравнения может быть написано как уравнение релаксационная процесса если дифференциал скорости равен нулю тогда дифференциал напряжения от времени он равен минус значит напряжение нулевого делить на t нулевое или можно продифференциал это это выражение по времени он равен как произведению сигма нулевое и умножен на экспоненту в степени минус t делить на t нулевое в этом уравнении показатель t нулевое равен времени в течение которого напряжение в теле убывает в е раз называется периодом релаксации то есть фактически это уравнение оно похоже как бы если вы помните из курса физики похоже на уравнение радиации там тоже по экспоненте как раз и устанавливает закон радиоактивности да вот радиоактивности как раз вот этих радиоактивных элементов да период релаксации для большинства горных пород очень велик и поэтому для характеристики реологических сложностей пород часто используют относительный показатель падение напряжения в породе r штык за определенный период то есть это будет у недели месяца он равен разницы между сигма-1 и сигма-2 между двумя напряжениями да делена на сигма-1 на первое напряжение где первое напряжение сигма-1 это напряжение в испытываемом образце в момент провожения нагрузки а сигма-2 это напряжение в образце уже по истечении определенного периода и рассмотрение ползучестий и релаксации пород показывает что существует общая закономерность изменение свойств пород со временем действие нагрузки и чем длительнее воздействие на породы нагрузки тем слабее становится упругие свойства пород то есть уменьшается предел упругости и тем сильнее проявляются их пластические свойства это вот закономерность она имеет весьма существенное значение так как при разработке месторождений можно встречаться самыми различными по длительности процессами воздействия нагрузок на породы ну начиная от мгновенных да это взрывание откалывание дробление и кончая вот нагрузками которые продолжаются в течение нескольких лет да это нагрузки на на кровлю подземных выработок или там устойчивость отвалов и бортов карьеров если длительность приложения нагрузки она становится сравнимой с периодом релаксации породы то порода приобретает пластические свойства и в результате этого возникает оползневые и просадочные явления они вот нежелательные перераспределение напряжений в массиве вследствие горного давления и разрушения целиков выработок и тому подобное вообще в горном деле ползучесть входит как одна из составных частей в понятие пучения кавычках да то есть выпирание породы в подземные горные выработки без значительных там нарушений ее сплошности и в понятие пучения входит набухание как раз от породы под влиянием влаги увеличением вследствие этого конечно объема изохимических реакций и от выделения газов выдавливания сыпучих пород горным давлением и пластической деформации пород и так как пластическую породу окружает массивы то естественно что ее деформация она происходит в сторону выработки и наиболее значительно пучению подвержены глины это глинистые сланцы аргелиты и на больших глубинах пучат также песчанистые сланцы это мергели угли и при длительном воздействии напряжений происходит постепенно снижение прочности горных пород как вот видно на рисунке да это зависимость прочности от времени да это уменьшение прочности известняка в данном случае с увеличением продолжительности действия нагрузки да здесь вот даже обозначено напряжение значит дл это штрих это пределы длительной прочности при разном времени нагружения и и прочность это и напряжение бесконечный знак это пределы длительной прочности то есть получается со временем со временем у нее это напряжение оно здесь вот по происшествии скажем так вот 20 часов да уже уже существенно уменьшается предел самопрочность начиная там было свыше тысячи килограмм на секунду на квадрат уменьшается вплоть до 500 то есть более даже чем в два раза уменьшается уже прочность известняка и в этом случае используют понятие длительная текущая прочность и вот нагрузка с увеличением времени воздействия она уменьшается по определенной кривой и осипто осипто течести приближаясь к некому предельному значению zich длительной прочности обознач Brent Av Индексом бесконечности и длительная прочность, она значительно меньше стандартной прочности. То есть длительная прочность, она равняется, стандартная прочность умножена на натуральный логарифм 1 делить на t. О, извиняюсь, а делить на t, где сигмонулевая это прочность породы при мгновенном нагружении, а а это константа, она характеризует стойкость породы. От этого времени приложение нагрузки. И для некоторых глин и мерделей курской магнитной аномалии, вот эта длительная прочность, она равна 0,5 умноженной на прочность породы при мгновенном нагружении для большинства других пород. А вот для большинства других пород пределу длительной прочности он равен где-то примерно 0,7-0,8 умноженной на прочность породы при мгновенном нагружении. И модуль упругости при длительном воздействии нагрузок, тоже с индексом Е-бесконечность, да, также меньше Е. И обычно это соотношение Е к Е-бесконечности, он равен где-то от 0,05 до 1,5. И уменьшение прочности горной породы при увеличении времени воздействия нагрузки на практике характеризуется коэффициентом равным отношению предела прочности на сжатие к некоторому значению длительной прочности. Вот как раз у таблицы представлены коэффициенты расслабления некоторых пород, т.к. глина, песчаник, бетон. И данные параметры в столбиках это предел прочности, это время действия нагрузки, предел длительной прочности и коэффициент расслабления. Тут видно, что у глины это время действия нагрузки гораздо больше, меньше идет. Но по коэффициенту расслабления эти бельчины у них, конечно, сопоставимы, но наибольший коэффициент расслабления у песчаника. Потом следует бетон и третья глина. Это, в принципе, как бы видно, что глина это более мягкий материал, поэтому у него самый низкий коэффициент. При длительном воздействии нагрузки иногда происходит уплотнение, т.е. консолидация глинистых пород. И это обусловлено выдавливанием из глин воды, а также уплотнением минеральных частиц, образованием, т.е. новых, более устойчивых структурных связей, залечиванием микротрещин и дефектов, и в результате этого прочность таких пород, она со временем может возрастать. Учет от реологических явлений в породах, она приобретает особое значение при разработке уже угольных месторождений на больших глубинах, так как уголь часто залегает в относительно слабых осадочных породах. Это так как глинистые сланцы, аргелиты, оливролиты, и эти слабые осадочные породы, они склонны к пластическим деформациям. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.